Мы знаем, вы слушаете Радио Болтком. Такой, я бы сказал, общественно активный гражданин. И все следите за всеми процессами, которые в нашей стране происходят. Но, может быть, начнем действительно с темы, которая очень многих затронула и многих, естественно, взволновала. По подсчетам эти изменения в уплате социального налога затрагивают больше 240 тысяч человек. Они вступили в силу с 1 июля. Вот как вы все это оцениваете, к чему это приведет? Ну, по крайней мере, сторонники вот этой так называемой реформы утверждают, что настала пора все-таки заняться социальной защитой тех, кто самозанятых, и тех, кто получает вот эти авторские вознаграждения работников микропредприятий. И пандемия тут никаким образом не помешает. Вот их такая позиция. Ну, знаете, я сразу хочу сказать, что я противник нововведений. Почему? Потому что это очередная нагрузка, в первую очередь, на малый бизнес. То есть крупные предприятия, у которых работали люди на полставки, на почасовой оплате и так далее, вполне возможно, могут позволить себе платить за них социальный налог полностью. То есть те самые пресловутые 170 евро. Но любой мелкий бизнес в нашей ситуации, в нашей стране, в наше время, не то что зарабатывает деньги, он просто выживает, если сможет. А, то есть потому что, если вы сами посмотрите по сторонам, пройдете с Парижским улицем, то вы увидите, насколько много пустых помещений, где когда-то кто-то работал. И, естественно, что даже 170 евро – это достаточно существенные деньги для малого бизнеса. Ну, простой пример, допустим. Возьмем какой-нибудь сельский магазинчик в небольшом местечке, где работает сама хозяйка, и для того, чтобы у нее был один день выходной, она брала какую-то продавщицу, которая ее заменяла. То есть сейчас ей нужно будет платить полностью за нее социальный налог. Ей это нужно? Совершенно не нужно. То есть она, скорее всего, просто, да, если она захочет, да, то есть, ну, все-таки отдыхать, а не работать 7 дней в неделю, то она просто этот магазин будет закрывать на один день в месяц, извините, в неделю. В неделю. Да. Ну и что? Кому от этого будет хорошо? Никому. Не покупателем, не ей, да. Хотя бы один раз в неделю, потому что вполне возможно, это была пенсионерка какая-нибудь, да, то есть или там мать, студентка, да, которая присматривает за детьми, но в воскресенье, когда муж, например, дома, она могла пойти поработать и заработать какую-то лишнюю копеечку. Дальше. Мы видим, что на третьей самой части ставки или на почасовой оплате работают студенты, те же самые пенсионеры, многие другие люди. Это совершенно не обязательно, что они работают на это почасовой оплате, да, то есть вот здесь, 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 еще здесь. А вполне возможно, что они просто зарабатывают какую-то небольшую, но денежку. И мы сейчас этих людей, ну, по сути дела, поставили перед выбором. Либо они должны что-то делать, что-то придумывать, искать себе дополнительные места работы, уговаривать своего работодателя, что вот давай как-то там я вот сейчас найду себе место работы, буду работать в пяти местах, и ты не будешь платить мне больше, чем должен. Работодатель должен этому человеку верить на слово, потому что у нас нет никакой системы проверки, да, то есть вид говорит, что да, вот вы будете платить только часть социального налога. Кто это должен администрировать? Предприниматель? Мне больше сделать нечего? Мне есть что делать. Мне нужно зарабатывать деньги и кормить свою семью в первую очередь и во вторую очередь вот всех этих самых чиновников. Вот чиновники хотят наоборот, чтобы я их кормил в первую очередь, а во вторую очередь я бы кормил свою семью. Если сможете. Если смогу, да. Ну и соответственно, то есть я, извините, да, то есть, но поступил достаточно брутально, и я думаю, что многие поступили так же. Во всяком случае, я знаю людей, которые занимаются мелкий бизнес, да, то есть которые поступили так же. То есть у меня работала уборщица, которая приходила один раз в месяц и получала... В неделю. В неделю, да. И получала, ну, около 50 евро, несущественно, да, то есть там менялась, да, иногда там 5 недель в месяц, иногда 4 недели в месяц. Не суть. И что? Мне за нее платить 170 евро дополнительно? Мне каждый день отслеживать или каждый месяц отслеживать, что она где-то работает, как-то это пытаться узнать? Или мне потом ждать, что мне выставят этот социальный налог полностью, если она, например, уйдет с какой-то работы? Мне что, его вернуть потом? Нет. Наше государство любит собирать налоги, возвращать налоги, наше государство не очень любит. И наш вид этим не славится. Но поэтому я не считаю, что это было оптимальное решение, я не считаю, что это было своевременное решение, я не считаю, что это решение улучшит экономическую ситуацию в ВАД. Вот мое вам резюме. Все-таки, если мы анализируем, я понимаю, что там, видимо, у тех, кто все это придумывает, свои какие-то мысли в голове. Но, в принципе, это для чего было сделано? Это просто попытка таким образом пополнить казну после пандемии? Мы же видим, что финансы поют романцы, условно говоря. У меня других вариантов нет. Все эти рассказы, что давайте обеспечим социальную защиту населения. Ну, не знаю. Возможно, я пессимист. Но я, например, не слишком верю в то, что наша пенсионная система будет способна обеспечить мне пенсию. А вот по поводу пенсионной системы, мы знаем, что здесь новоиспеченный министр благосостояния, господин Эггертис, тоже брыжит разными идеями. Но одна из них, что давайте возьмем накопление второго пенсионного уровня и как-то так поделим. Точнее, отдадим сегодняшним пенсионерам. Правда, я так понимаю, что после такого резонанса негативного он как-то замял эту тему. Видимо, еще вернется. Но вот как вам это все? Это, кстати, о дорожественной пенсионной системе. Это как раз пример, иллюстрирующий мои слова. К сожалению. Так что тут нечего добавить. Да. Вот еще, наверное, вопрос, который не могу не задать. Сейчас правительство обсуждает, я так понимаю, что впереди очень горячие дискуссии в парламенте об обязательной вакцинации. И, кстати, ведь многие не обратили внимания, что это пункт два обязательной вакцинации. Пункт первый – это обязанность работодателя, ну, то есть в какой-то степени и вас тоже, как работодателя, обеспечить эпидемиологическую безопасность на работе и при обслуживании посетителей. То есть фактически на работодателя и налагается ответственность, по крайней мере, в частном бизнесе добиваться, чтобы все работники, не знаю, были вакцинированы. Ну, те, кто переболел, понятно, те, кто переболели. Ну, и, видимо, или тесты проходить ежедневные. – Я не поддерживаю обязательную вакцинацию. Я не антиваксер, да, то есть я сам вакцинирован много от чего. – Да, то есть, ладно, открою страшную тайну. Я даже от ковида вакцинирован, хотя я об этом не ставлю постоянно в Фейсбуке и не рисую себе вокруг вакцинять, да, точно аватар. – Да. – Я не вывешиваю большой плакат, хотя по городу я вакцинирован, я вакцинирую. То есть, но я вакцин не боюсь, то есть я не считаю, что это однозначно плохо. Да, у меня тоже были определенные сомнения в самом начале, потому что действительно вакцины не были испытаны, не были проверены так, как это положено. – По всему протоколу, да. – Полоть все себе подряд, да, то есть я тоже не хочу. Но, тем не менее, ну, результаты показывают, что побочек не настолько много, чтобы их принимать во внимание, что ковид все-таки достаточно серьезная болезнь, и поэтому лично я принял решение вакцинироваться. Какое решение примут другие люди, это, в конце концов, их личное дело. Ковид не является чумой. То есть у нас нет ситуации, что у нас умерло 10% населения, и 20% еще ждет своей очереди, чтобы умереть. Но делать это обязательным, но это то же самое, что, опять же, не будет хорошо, не будем сравнивать ковид с гриппом, говорят сторонники всеобщей обязательной вакцинации. То есть ковид – страшная болезнь и так далее, и тому подобное. Да, ковид действительно для тех, кто болеет в тяжелой форме, это страшная болезнь, и я считаю, что с ней бороться надо. В том числе и обеспечивать эпидемиологические нормы. Но заставлять людей вакцинироваться, я считаю, что это неправильно, потому что это действительно не настолько страшная болезнь. Если бы это была какая-нибудь эпидемия, вернее, пандемия, типа той же самой чумы бубонной, тогда вариантов нет. Любые меры хороши, включая, извините, лагеря, то есть колючую проволоку на улицах, и вообще не выпускание никого из дома или из помещений. Но с ковидом мы уже прожили полтора года. Население земли, мне кажется, что не сократилось. – Ясно. Ну что ж, посмотрим, как дальше это все будет происходить. Еще, наверное, такая тема, которую нельзя не затронуть, это связано, ну, по крайней мере, Рижане об этом активно говорят, это все, что связано со столбиками, поскольку я так понимаю, что вы работаете в центре города, ну, то есть с этим столкнулись, и такое ощущение. Вот помните, вы сказали в самом начале, что вот эта вся политика вот этого социального обложения, скажем так, обложения социальной налоги придет к тому, что просто будут закрываться вот эти, там, не знаю, кофеюшники, магазины, те, кто оказывает разные вот ремонтные мастерские, и центр опустеет. Но такое ощущение, что это случилось еще быстрее, вот такая инвазия, как кто-то это назвал, столбиков у нас случилась на центральных улицах Риги. Как вы ко всему этому относитесь? — Знаете, вчера замечательное новое слово латышское нашел в Фейсбуке. То есть эти столбики назвали «Статищи» в честь нашего мэра. — Замечательно. — Упоко любимого и высоко уважаемого. — Да. — Вот. Так по поводу этих статищ. Это у меня просто нет определения достаточно вежливого, которые я мог бы дать лично, поэтому я скажу так. Во-первых, то есть я до сих пор не нашел пункт ЦСН, да, которые вот эти вот столбики регулируют, их установку и так далее. То есть такое впечатление, что, опять же, непроверенная информация из интернета о том, что Рижская дума вложила в закупку этих столбиков 6 миллионов евро и теперь старается их натыкать везде, где только можно и нельзя, включая брусчатку историческую, включая переходы, велодорожки и все, что только можно. Нам говорят, что это эксперимент, что мы посмотрим, как пойдет. Да, эксперимент на улице Чака. — Зимой. — Да, то есть и он продолжается и дальше. Вообще выглядит так, что Рига сегодня стала большим экспериментом над большинством ее жителей. Почему я об этом говорю? Потому что, вы знаете, я убежденный сторонник демократии. Что такое демократия? Демократия — это власть народа, при которой большинство решает, как они должны жить. Да, мнение меньшинства уважается, рассматривает, не дискриминируется меньшинство, но решает большинство. И, смотря на улицы, то есть мне лично кажется, что все-таки велосипедисты, скутеристы, моноциклисты, электросамокатчики, они не являются большинством в этом городе. Когда вводили полосы для общественного транспорта, нам говорили, что это необходимо, потому что общественный транспорт переводит гораздо больше людей, чем их переводят машины, частные, легковые. Если мы посмотрим на эти велодорожки на той же самой улице Чака или на улице Бруммейку и сравним поток велосипедов с потоком машин, даже вот сейчас, летом, без дождя, с хорошей погодой, ну, если жару в 30 градусов, можно считать, с хорошей погодой, то мы увидим, что велосипедисты до сих пор в меньшинстве, несмотря на велодорожки, несмотря на то, что эти улицы уже специально изуродованы так, чтобы водители их избегали, всё равно велосипедисты в меньшинстве. И эти столбики — это ещё одно проявление неуважения со стороны власти в Риге к большинству её жителей. То есть нам говорят, что Рига должна стать экологичным городом и так далее и тому подобное. Да, я абсолютно за то, чтобы Рига становилась экологичным городом. Но для этого, может быть, имеет смысл сделать какие-то другие вещи более существенные. То есть, например, почему бы не убрать из центра города престижные школы? Вот, например, первая школа находится прямо около памятника свободы. Туда кто ходит? Жители окружающих домов? Школьники, которые живут в соседних домах? Нет, конечно. Туда привозят детей со всей не только Риги, но и пригорода. И привозят совсем не рядовые граждане на велосипедах. Пожалуйста, уберите эту школу из центра города, переведите её в плявники и пускай все эти родители водят детей в плявники. Зачем нам в центре здание Рижской думы? Что мы здесь делаем? Почему бы не убрать Рижскую думу со всеми её чиновниками куда-нибудь в Далгогриву? И со служебными машинами, между прочим. Да, нет, какие служебные машины? Всё, в Далгогриву и велосипедная дорожка – это в Далгогриву. Я думаю, что жители Болдера и Далгогриву будут очень благодарны за велосипедную дорожку. Может быть, тогда что-то будет меняться в отношении дороги в Болдера и в Далгогриву. А если там будет речься дума, то я уверен, что этот район будет лучшим в городе. Одни велодорожки, никаких машин и депутаты, которые из Риги, из своих домов едут в Далгогриву работать. И чиновники Рижской думают. Но это ведь небезопасно, Далгогриву, вечером особенно. Это лучший район в городе. Недаром туда вынесли очистные сооружения. Кстати говоря, да. И вот, то же самое дальше. То есть, хорошо, из центра города убрали заводы. Ну, это было логично, да, то есть, и действительно, это неплохо. Но, вот опять же, зачем в центре города министерство? Почему государство так упорно цепляется за то, чтобы размещать свои здания в самом центре города? Давайте выводить их на окраину, давайте эти министерства перестраивать под гостиницы, под жилые дома, под хипстерские коммуны и под веганские кафе. То есть, уберите сначала смысл вот всей этой толпе народа ехать в город, сделайте стоянки не больше, чем полчаса в топовых местах, не больше часа во всех остальных. Почему Рижская дума не думает о том, что реконструированные здания должны иметь стояночные места? То есть, если вы делаете проект реконструкции дома, то вы обязаны обеспечить столько же мест парковочных, сколько это требуется в новостройках. Это делается? Нет, не делается. То есть, я знаю в Риге только одну новостройку, там на НИС-6, если мне память не изменяет. Там человек, который ее перестраивал, реконструировал, сделал вертикальную парковку. У него не было вообще земли, где можно было бы эту парковку сделать. Подземную парковку тоже нельзя было сделать. И он отвел часть здания под вертикальную парковку с лифтом. Ну, то есть, как в фильмах иногда показывают, машины приезжают к тебе. Не ты приходишь к машине, а машина приезжает к тебе. Да, это стоило денег. Ну, как-то, наверное, он посчитал свою экономику и прибыльность этого процесса. То есть, почему на улице должны стоять машины часами? Не должны. Но для этого можно сделать все гораздо проще. То есть, не убирать парковки вообще, а ограничить время парковки. Причем не так, что ты можешь продлить ее. А вот полчаса прошло, все, убирай машину. Переставляй в другое место, если тебе еще нужно где-то здесь остаться. И тогда у нас будут и парковочные места, и не будет машина забита машинами город. И все будет гораздо проще. Кроме того, то есть, поддерживая вот эти вот современные эко-велодвижения, город, по сути дела, не город, а Рижская дума, самоуправление Риги, убивает центр. То есть, извините, я живу сейчас не в Риге. То есть, я живу под Ригой. Если мне нужно приехать в магазин, я все равно не поеду уже в центр. Я поеду куда-нибудь в Сагу, которая вообще за границей города находится. Ну, в крайнем случае, в Альфу, где есть хорошая парковка, где можно оставить машину. Где эти перехваты, эти парк-н-трайд парковки? По-моему, за все время одну сделали и ту забыли. Сейчас что-то делается в Плямниках на углу Сахарова и... За ту вторую улицу. Там такая большая парковка делается. Не знаю ее назначение, то есть, то ли это как парк-н-трайд, то ли это для жителей окружающих домов. Но для того, чтобы убрать машину из города, надо сначала не натыркать столбиков, а сделать так, чтобы машинам не было нужды ехать в центр. И это решит проблему. Экологии, загазованности, транспорта и все такого. Но ведь у нас решения очень простые. Натыкаем столбиков, и все будет хорошо. Вот интересно, продолжая вашу мысль, естественно, логичную о большинстве и меньшинстве, вот я не знаю, с чем это, какие параллели, может быть, с социализмом развитым проводить. Вот мы знаем, что автомобилисты платят много за владение автомобилем, начиная от оружного налога, техобслуживания, ремонта, заправки, где идет ПВН-акциз. В общем, много платят. Стоянки, парковки, много платят. Так получается так, что, видимо, город хотят сделать для тех, кто платит больше, им создать сложности, а для тех, кто ничего не платит, сел на велосипед, это совсем не проявление неуважения к велосипедистам. Это просто констатация фактов. Вот тем все удобства, то есть кроме большинства и меньшинства, что вы сказали, в виде аргумент такой, кто больше платит, у того меньше прав. Но это что-то такое интересное в экономике. На Нобелевскую премию претендующее. Это вообще современная тенденция. Те, кто платят, не получают ничего. Те, кто не платят, получают достаточно много. Ну ладно. Просто мы немножко уклонились от первого вопроса. Вот вам пример улицы Брунмеку. То есть у меня есть знакомая, хорошая знакомая, которым принадлежит дом. На Брунмеку. Да. Между Ауту и Чак. То есть они взвыли, взвыли их арендаторы, взвыли их жильцы. Потому что то, что сделали с улицей Брунмеку, ну, можно было бы просто забетонировать. То есть все выезды из домов, оставить только подъезды. Можно было бы поставить еще гранитные надолбы, чтобы движение шло только транзитное. То есть вот велосипедное транзитное движение. То есть машины там, в принципе, уже даже и не нужны, потому что они все равно там не могут ни припарковаться, ни подъехать к нужному магазину, к офису, забрать товары и так далее. То есть в результате люди несут серьезные финансовые потери. И, на мой взгляд, аналогичная ситуация складывается и на Чак. То есть с ограничением движения, с пробуками, которые обязательно будут, которые как только закончатся вот эти вот ограничения и начнется учебный год, если дети пойдут в школу, Чака будет стоять. Это понимают все, кроме чиновников Рижской Думы и депутатов Рижской Думы во главе с нашим обожаемым мэром. Ну, не может Чака не стоять. То есть там все будет стоять. Там будут стоять машины, там будет стоять общественный транспорт. Единственные, кто не будет стоять, это велосипедисты. Но они не будут стоять не потому, что они смогут проехать, а потому, что велосипедики свои они будут держать дома. Потому что осенью и зимой количество велосипедистов у нас снижается, ну не в разы, а в десятки раз. То есть летом по хорошей погоде, без дождя, очень многие достают велосипед и куда-то еют. У меня тоже есть велосипед, я тоже куда-то могу на нем поехать и ежу. Но это не значит, что я требую, чтобы мне сделали трассы куда, трассу сюда, трассу сюда, чтобы я мог проехать везде. Знаете, тогда, может быть, вообще давайте сделаем Ригу совсем экологичным городом. Например, в Сигулде есть трасса для лыжников, которая работает круглый год. Да. Лыжи – это гораздо более экологично, чем велосипед. И вот давайте сделаем снежные улицы, круглогодичные. Будем на них снег сбрасывать, да, то есть охлаждать, и будет, опять же, и легче дышать, потому что температура будет гораздо ниже. И лыжники смогут ездить по улице, например, в чат. В костюме и с галстуком, я считаю. Ну, на работу. А самое главное, что мы на это сможем потратить. Не то, что 6 миллионов, как на столбике, опять же, то есть непроверенная информация, а все там 6 миллиардов, если не 60. Но зато у нас будет исключительный город, пример для всей Европы. Все жители – лыжники. Во главе с лыжником – мэром. Я задам, может быть, такой вопрос, я не знаю, в какой-то степени, может быть, он риторический, но тем не менее. Ведь мне кажется так, что планирование вообще города, ну и вообще в центре даже изменения, вот эти злополучные столбики, неважно что. Вот мы планируем какие-то изменения в дорожном движении. Нужно ведь анализировать не только удобство, неудобство автомобилистов, пешеходов, велосипедистов. Это само собой. Надо же анализировать эти какие-то побочные эффекты, как если мы, я имею в виду, ну, к примеру, стоимость недвижимости в центре. Вот вы сказали, там, назвали улицу Бруненеку, где там арендаторы взвыли. В общем, все взвыли, потому что невозможно ни заехать, ни выехать. Ведь это все создает, как-то влияет на рыночную стоимость недвижимости или нет? Те, кто хотел жить в центре. Ну, то есть коммерческая недвижимость сразу там начинает падать в цене, где появляются такие проблемы. Но согласитесь, захотите ли вы жить в доме, куда вы вам даже ничего привезти не могут, да, то есть куда скорая не может подъехать, куда пожарная машина не может нормально проехать. Ну, ладно, пожарная, наверное, проедет. Потому что она большая, она все эти столбики снесет просто одним движением руки, если им нужно будет заехать. И даже не заметить. Правильно. Да. Но для жильцов это тоже неудобство. А, то есть хорошо, да, то есть у нас есть люди, которые считают, что это замечательно, и вот надо жить в таком городе. Ну, еще раз, давайте поэкспериментируем на каком-нибудь вот микрорайоне. Еще раз, Далга Угрева замечательно подходит. Море, река, экология, Иришская дума около очистных сооружений. Я думаю, что это будет самое место для того, чтобы проводить эксперименты на кошках. А вот на жителях давайте эти эксперименты по всей Риге проводить не будем. Еще по поводу всего этого. То есть совершенно недавно приняли изменения к ЦСН, к правилам дорожного движения, о том, что велосипедисты обязаны передвигаться и самокатчик, кстати, по улице. То есть если нет дорожек, то они должны передвигаться по улице и только в крайних случаях могут выезжать на тротуар. Что у нас творится? Да. У нас творится все то же самое. Полиция обещала рейды, что они будут воспитывать велосипедистов и самокатчиков. Ну, вы знаете, мне хотелось бы узнать о результатах каких рейдов. Может быть, вы, Абик, можете позвонить в полицию, взять у них интервью, пусть они вам расскажут о своих достижениях. Ага, спасибо, возьмем на заметку. Я давно за рулем езжу, да, то есть я вспоминаю, например, борьбу с затемненными стеклами. То есть полиция нещадно останавливала, проверяла и штрафовала всех водителей, у которых были насмерть затюнинг... Затюнинговали. Затюнинговали, да. Да, закрашенные стекла, то есть заклеенные пленки, через которые нельзя было разглядеть не то, что внутри машины, но и то, что снаружи машины. И что? Много вы таких машин видите в городе? Нет. Почему? Потому что народ решил, что да ну его к черту эту тонировку. То есть мне уже платить штрафы не хочется. И что это значит? Это значит, что полиция все-таки может чего-то добиться. А если полиция этого чего-то не добивается, значит, что полиция этим заниматься не хочет. Но ведь... Вот страдают, страдают пешеходы, потому что пешеходы терпят при столкновении с велосипедистом или самокатчиком достаточно серьезные травмы. Я знаю такие случаи, а в западной Европе были даже и смерть. Хорошо, конечно, от автомобилей погибает гораздо больше людей. А то есть это факт, но это не значит, что, используя этот аргумент, нужно продолжать вот эту вот фокханалию, которая творится на улице 3. То есть, еще раз, я не против велосипедистов или электросамокатов, но я против того, что эти транспортные средства в соответствии с нашими правилами дорожного движения могут передвигаться где они хотят, могут съехать в любой момент с тротуара на дорогу, могут переехать по пешеходному переходу на скорости, которая гораздо выше по нерегулируемому пешеходному переходу. То есть, если раньше было правило, где они обязаны были слезать, то потом это правило наша не менее замечательная инспекция дорожного движения ЦСДД отменила. И когда в одной из передач, по-моему, как раз у вас на балкоме, то есть, был представитель ЦСДД, я его спросил, а вы не видите, что в результате происходит, когда велосипедисты выскакивают на эти пешеходные переходы перед носом у машины? То есть, он сказал, нам нужно воспитывать общество и контролировать дорожное движение. Конечно, сначала мы примем законы, которые сложно исполнять, а потом мы будем ссылаться на то, что нужно воспитывать общество. Может быть, сначала воспитаем общество, будем контролировать, потому что нарушители это были и тогда. То есть, были велосипедисты, которые по этим пешеходным переходам проскакивали. То есть, но это не контролировалось, не штрафовалось, никто не воспитывался, а поэтому закон отменим и будем ждать, пока общество само воспитается. Да, Дмитрий, но ведь... По моему, для этого немножко нелогично. Да, но ведь, ну, полиции же в том числе удобнее просто повешать горчичник за неправильную парковку автомобиля, чем заниматься воспитанием велосипедиста, как кто-то хорошо сказал. Ну, вы понимаете, но они же быстро передвигаются, раз, в подворотню. Где за ними угонишься? Лучше разбираться с автомобилистами. Правильно? Логично? Пусть возьмут самых крепких полицейских в плане веса и сетку и ловят велосипедистов всех. Я думаю, что это хорошее решение, надо порекомендовать. Ага, ясно. Именно оставят много-много-много статишей, чтобы велосипедисты вынуждены были двигаться вот так вот, не превышая скорости движения. А вообще возможно найти вот в городе вот баланс между всеми участниками дорожного движения велосипедистами, пешеходами, автомобилистами? Я вам почему спрашиваю, поскольку, ну, Рига все-таки, мы знаем, когда она там настроилась там в средневековье практически, она же не была предусмотрена, как мы понимаем, ни широта улиц для автомобилистов и вообще всех участников дорожного движения. Ну, Рига вот так она спланирована. Ну, во-первых, я считаю, что да, это возможно. То есть лучшее решение, когда действительно имеются велодорожки, но в той же самой Европе, на которую любят наши ссылаться велоэко-депутаты, то есть, например, во многих местах эти дорожки сделаны на тротуарах. То есть, вот пример улицы Чака. Достаточно широкие тротуары. Сколько на них пешеходов? Минимально. При этом на этом тротуаре рисуются красной краской полоса для велосипедов, пешеходам ставятся знаки, что там ходить нельзя, и по этой части тротуара ездят велосипеды. Как в Юрмале, кстати говоря. Да, да, как в Юрмале. При этом велосипедисты отделены от пешеходов, велосипедисты отделены от транспорта, и в принципе все происходит замечательно и нормально. Если ты зашел на эту красную дорожку, то велосипедист подъезжает к тебе по сигнале, ты уступаешь дорогу, и у тебя претензий нет. Велосипедисты на пешеходную часть тротуара не заезжают. Дальше. По этому поводу у меня есть еще одна мысль, которую хотелось бы высказать. Это то, что существует интересная ситуация. То есть у нас сейчас велосипедисты и вот эти самокатчики являются участниками дорожного движения. То есть самокаты наконец получили статус не спортивного инвентаря, а транспортного средства. Но при этом эти люди участвуют в дорожном движении без прав. Да, у нас есть велосипедные права. Много кто эти права получает? Нет. Если эти люди не знают даже вообще как правильно перестроиться, если эти люди не знают как нужно показывать сигналы, я за последние года три могу вспомнить наверное только два случая, когда велосипедист рукой показывал, что он будет поворачивать. Хотя велосипедистов я вижу каждый день. И они заворачивают и поворачивают там, где хотят и как хотят. Если эти люди участвуют в дорожном движении и выезжают на дорожную часть, то тогда давайте будем требовать от них знания этих самых правил дорожного движения. Пускай получают права, пускай получают номера и ездят как транспортное средство. И, кстати, пускай налог платит. А если не хотят платить, то, пожалуйста, велосипед только для велодорожек, только для леса, пляжа, в общем, для тех мест, где это никому не мешает. То же самое в парках, например. Если нужно рисовать велосипедные дорожки, и эта велосипедная дорожка только для двухколесных, одноколесных и трехколесных средств, не для пешеходов, но для машины мы вообще не говорим. Да. Может быть, такой последний вопрос. Вы сказали такую фразу, что ЦСН, это вот правило движения, латышская аббревиатура, ничего про эти столбики не сказано. Значит ли это, что если автомобилист, может быть, не специально, не умышленно зацепит это странное пластмассовое гнущееся, говоря словами мэра Риги, устройство, то ничего, в принципе, никакого наказания ему за это быть не должно? Так я понимаю. Ну, здесь, опять же, я еще сам не проверил, но вот как раз вчера увидел, сегодня собирался это проверить. Хороший вопрос. То есть, я думаю, что его нужно изучить, потому что если действительно такие нововведения не предусмотрены, то тогда в этом виноват Ришика Дума. Даже не то, что его нет ответственности, но тогда есть ответственность Ришика Думы за повреждение транспортного средства. Кстати, аптечка. То есть, в тех местах, где эти статишки наставлены так, что машины могут совершить аварию, где они выезжают на траекторию движения встречных голосов, где разворот неправильно сделан, то опять же, я в данных случаях, я 100% рекомендую во всех случаях аварии требовать компенсации с Рижской Думой. Потому что это конкретно их вина за то, что вы повредили свою мозг. Кстати говоря, это тоже интересное заявление было, которое требует отдельной дискуссии, когда сказали, ну, скорые, когда скорые сказали, что они не могут вообще припарковаться, подъехать к дому, им нужно нести тяжелое оборудование, на что им Рижская Дума сказала, ну, вы же можете тогда сбивать эти столбики, да, то есть, ну, во-первых, все-таки это не танк, то есть, видимо, покраска автомобиля может повредиться от этих столбиков, это раз, во-вторых, а что в правилах написано, что при желании можно кому-то сбивать эти столбики, то есть, здесь очень много вопросов, которые чисто юридически, я уже не говорю о какой-то логике и здравом смысле, вызывают массу вопросов. Ну, я с вами абсолютно согласен, то есть, такой ответ, это даже определение не могу подбираться, да, очень глупая, насчет скорых абсолютно согласен, то есть, это не продумано, про то, что улицы не могут быть нормально почищены со всеми вот этими вот бугорками, со всеми этими столбиками и так далее, это уже понятно прямо сейчас, да, то есть, вот все эти сооружения на проезжей части, то есть, я хочу посмотреть, как это все будет чиститься. Ну, конечно, есть вариант, что наш мэр вместе с депутатами и со своими подчиненными из самоуправления Риги будут каждый день выходить с лопатами, да, и показывать пример, как они чистят улицы, возможно, в этом случае от них будет больше толка, чем сейчас, но что-то не слабо верится в эту голубую мечту. Так вот, военном, я считаю, что город не то, чтобы портит, а уничтожает такими мерами, да, то есть, и никому от этого хорошо не будет, кроме организации ПИЛСа это дыритым ем, которая почему-то считает, что они пил сетилаки, на самом деле это город для велосипедистов, а не город для людей, то есть, люди это более широкое понятие, чем велосипедисты, и при уважении и соблюдении правил дорожного движения всеми, то есть, я думаю, что этот город можно сделать нормальным, хорошим, экологичным, то есть, используя другие меры. Кстати, по поводу, например, пешеходных переходов не регулируем, то есть, как вариант, нам рассказывают, что вот все это необходимо, чтобы снизить скорость движения транспорта, давайте ограничим скорость в городе 30 километрами в час, и вот у меня, честно, у меня есть желание пригласить автомобилистов Риги на акцию, а давайте-ка поедем 30 километров в час, например, по центру города, вот съедемся и покатаемся на 30 километрах в час. И мне интересно, кто по этим улицам вообще проедет? Я думаю, что никто. Это во-первых. Во-вторых, в этой ситуации автомобилисты оказываются в отношении ситуации, простите за тавтологию, какого-то угнетенного класса, да, угнетенной части населения, которая не может даже защитить свой интерес. Если велосипедисты и эти все деятели, выступающие за экологию, так как они ее понимают, еще раз, я абсолютно за экологию, но понимание экологии со стороны некоторых людей у меня вызывает ассоциации очень нехорошие. Так вот, поэтому автомобилисты себя не защищают никак, и мнение этого большинства по-прежнему транслируется только в гневных постах на Фейсбуке, в других социальных сетях разговорах на кухнях и в офисах. Мне кажется, что вообще уже как-то автомобилистам тоже пора поднять голову и сказать что-то гораздо громче, вот такие разговоры. И уже, честно говоря, мне самому это уже просто надоело и уже не терпится действительно заняться этим самому. Потому что жить в таком городе или работать в таком городе становится просто невозможно. Результатом такой политики городской Рики со стороны сегодняшней Думы будет только одно. Из города будут уходить всех, кроме велосипедистов Фикторов, кроме курьеров Волта, Волта, кроме иностранных туристов. Ну, иностранных туристов у нас нет, у нас останутся только велосипедисты и курьеры, а еще иностранные студенты. Извините, да. Вот это замечательное население Центр Риги. То есть ничего не имею против ни курьеров, ни иностранных студентов, ни против велосипедистов, адекватных велосипедистов, которые соблюдают правила дорожного движения, которые уважают других участников движения. То есть у меня против них честно, ничего нет. То есть если человек аккуратно едет по дороге и не мешает никому, то есть я считаю, что это замечательно. Но, к сожалению, большинство велосипедистов у меня возникает ситуация, что они правила вообще не читали, не видели и даже знать о них ничего не хотят. Кроме того, возникает впечатление, что люди считают себя бессмертными. Потому что кидаться на красный свет под поток машин, ну, это уже тема другая отдельного разговора. Спасибо большое за развернутый комментарий. Понятно, что будем к этой теме возвращаться. Видимо, создание общества защиты автомобилистов уже такая назревшая необходимость. Дмитрий Трофимов у нас был на прямой связи. Большое спасибо. Ну, Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин